Характерной особенностью английской мотоциклетной промышленности, самой развитой в мире, является преобладание заводов, собирающих мотоциклы из частей, изготовляемых на отдельных предприятиях. В связи с этим в производстве отдельных заводов царит самая узкая специализация. Наряду с заводами, строящими моторы, имеются предприятия, выпускающие только коробки скоростей и карбюраторы, насосы, вилки и т.д. Это разделение производства между заводами, при котором каждый из них может концентрировать все свое внимание и опыт на небольшом числе механизмов, дало возможность собрать английский мотоцикл с деталей самого высокого качества. Английский мотоцикл остается английским до самых мельчайших деталей, так как заводы, изготавливающие эти детали, успехом покрывают весь спрос в стране, причем высокое качество их продукции дает возможность экспортировать крупные партии за границей. Становимся на заводах, строящих моторы и снабжающих более 50% английских мотоциклетных фирм своими изделиями. Хотя съемная головка типа Riccardo впервые появилась в Англии, но в мотоциклетных моторах не прижилась, и камеры сжатия по-прежнему строятся нормального типа. Заметным становится тенденция строить моторы с верхними клапанами, дающих возможность повышенной компрессии, увеличения числа оборотов и, следовательно, большую мощность. Отдельные фирмы стремятся сконструировать, по примеру многих авиационных заводов и автомобильных заводов, моторы с кулачковым валом вверху, устранив таким образом целый ряд промежуточных передачных механизмов к клапанам распределения. В этом случае предоставляется возможность еще более увеличить число оборотов. Все уж и сказанное относится к четырехтактным моторам. Двухтактные моторы получили в последнем году значительное распространение. Это объясняется сравнительной простотой конструкции и дешевизной. Двухтактные двигатели строятся небольших мощностей, главным образом до 350 кубиков, так как их работа наиболее экономична в этих пределах. Двухтактные моторы, применяемые для спортивно-гоночной цели, имеют также, как и четырехтактные, алюминиевые поршни, двойной выхлоп, добавочную смазку. Кроме того, большинство из них снабжается алюминиевая головка. Самой известной не только в Англии, но и далеко за ее пределами является фирма Джаб, строящая четырехтактные моторы от 175 кубиков до 1000 с нижними и верхними клапанами, одно- и двуцилиндровые. Фирма Blackburn, идущая по производительности следующей после Джаб, более всего известна своим одноцилиндровым четырехтактным двигателем 350 кубических сантиметров. На последних гонках на острове Ман-ТТ участвовали гонщики с моторами Blackburn, у которых кулачковый вал был расположен вверху над клапанами. Фирма же Атланта, мотор с верхним расположением кулачкового вала, сконструирован и выпущен раньше на несколько лет, чем Blackburn. Популярен в Англии мотор известного конструктора Bradshaw в 350 кубических сантиметров с масляным охлаждением. Фирмы British Wolpin, British Anzani, Timple строят исключительно гоночные моторы большого литража. Двухтактные моторы пускаются пока только фирмой Willers. Фирм, строящих коробки скоростей сравнительно немного. Из них наиболее известны Борман, Штюрмей Ашер, Альбион. Фирмой Борман выпущена модель трехскоростной коробки, отличающаяся тем, что ее можно укреплять на раме, а не подвешивать к ней, как это устраивается при других конструкциях коробок. Отдельные типы коробок снабжены амортизаторами, предохраняющие их в ударах при подключении. Класс 1000 кубических сантиметров. В этом классе имеется из крупных фабрик только две, изготавливающие самостоятельные моторы AJC и BSA. Мотоциклы этих фирм имеют моторы с боковыми клапанами и нормально открытой рамой. Машины главным образом предназначены для транспортных целей. Мотоциклы производства других заводов выпускаются следующими фирмами. Bright Superior, Coventy Eagle, McEvoy, Zenit. Из них завод OEC устанавливает на своих мотоциклах все типы требуемых рынков моторов. Главным образом JAP и Blackburn. Рама этой фирмы, как и всеми остальными этого класса, устраивается согласно повышенному требованию жесткости, двойной закрытой. Фирму Bright Superior с успехом можно считать мотоциклетным Rolls-Royce по качеству выпускаемой продукции. Моторы на мотоциклах ставятся JAP, специально изготовленные для Bright Superior. Вилки для спортивных машин устанавливаются типа Harley-Davidson с амортизаторами. В 1927 году на мотоциклетной выставке в Лондоне фирмой Bright Superior была выставлена экспериментальная машина. Четырехцилиндровым мотором в виде буквы Y с коробкой, монтированной заодно с блоком. В моторе заметен целый ряд чисто автомобильных особенностей, в частности в зажигании, расположении кулачкового вала и так далее. Завод Bright Superior сравнительно небольшой. Имеет свой испытательный трек, на котором проходят испытания машины. Мотоцикл Bright Superior не только по качеству, но и по цене, самый дорогой в Англии. Максимальные скорости для этого класса колеблются от 110 до 160 км в час. Мощность мотора в этом классе встречается от 20 до 55 лошадиных сил. Последние для гоночных машин со специальным горючим. Благодаря большому запасу мощности, описанные мотоциклы употребляются с прицепными колясками, как транспортное средство. И без них для больших пробегов и гонок. Музыка. 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 Наметившаяся в автостроении тенденция к переходу на меньший литраж с попутным увеличением средних скоростей, нашла свое отражение в мотоциклетном деле. В связи с чем классу 750 кубов предстоит значительное развитие, в частности за счет класса 1000 кубов. Эта тенденция видна хотя бы уже у фирм Оек, Прат Суперио, выпустивших на 1928 год модели, сходные с моделями 1000 кубических сантиметров, но имеющие уже пониженный до 680 и 750 кубических сантиметров литраж. Основных фирм, строящих самостоятельный мотоцикл с двухцилиндровым 600 кубовым мотором, насчитываются Дуглас, Ковенти, Виктор, Скотт. Из них первые две выпускают четырехтактные горизонтальные двигатели. Фирма Женскотт, триктактный мотор с водяным охлаждением. Мотоциклы, принадлежащие классу 500 и 350 кубических сантиметров, самые распространенные, конструктивно наиболее разработанные. Имеют наибольшее число различных моделей. На машинах этого литража побиты все последние рекорды. Фирмы Нортон, AJC, Дуглас, Синбаб, Триумф, БСА, Руджвирворд устанавливаются на мотоциклах моторы собственного производства. Из них Нортон, AJC, Синбаб специализируются на гоночных типах. На последних гонках ТТ машина Нортон с верхним кулачковым валиком с передачей движения от коленчатого вала коническими шестернями и верхними клапанами взяла призы. В настоящее время эта модель уже имеется в продаже. AJC 6.6 всегда наравне с Нортон по успехам на гонках. В последней модели, не оправдавшись своих надежд, сконструируя кулачковый вал также наверху, но с передачей цепью. Мотоцикл Синбаб гоночного типа сравнительно дорогой, но весьма хороший по тщательности изготовления. В свое время имел верхний кулачковый вал четырьмя клапанами в одном цилиндре. Теперь снабжается только двумя верхними клапанами и кулачком валиком внизу. Причем выхлоп устраивается двойной. Каждый из этих трех фирм имеет, кроме того, ряд нормальных моделей. Англия. Классическая страна спорта. Так и в отношении мотоциклетной его разновидности стоит неконкуренция. Можно без преувеличения сказать, что гоночный сезон в стране длится круглый год. Любой еженедельный английский мотоциклетный журнал дает, как правило, обзор сразу нескольких крупных гонок за неделю. Масса увлечения мотоциклетным спортом вызвала прям такие лихорадочные конструирования и выпуска множества экспериментальных машин. С другой стороны, это создало в стране настоящий культ гонщиков. Ряд заводов называет отдельные модели своего производства их именем. Часть гонщиков имеет собственные крупные мастерские. Отдельные гонщики являются даже обладателями таких крупных фирм, как HRD, и, наконец, остальные в большинстве служат на заводах, где им предоставлены широкие технические и материальные возможности. Любопытно отметить, что среди гонщиков имеется сравнить минимальный процент в сравнении с другими странами женщин. В Англии существуют все виды гонок и пробегов на скорость, длительные пробеги на большие расстояния, и, наконец, гонки с естественными препятствиями по бездорожью. Самая популярная в стране гоночная дорога находится в Брокленде, недалеко от Лондона. С широкой известностью полюса гонки «Турист Трофи» на острове Мане, носящий международный характер. Целый ряд мировых рекордов побит англичанами на английских мотоциклах. Не меньшей славой покрыты последние кругосветные путешествия на мотоциклах BSA и BLC и пробег по Сахаре на машине Linole. В заключение отметим, что регулярно каждый год английской мотоциклетной промышленности устраивается серьезный смотр, подытоживающий все достижения ее за год, к которому все фирмы тщательно готовятся. Лондонская ежегодная мотоциклетная выставка Olympia Show